А сейчас я хочу представить вам Николая Тимофеева, директора компании Solve Pro, который расскажет о возможностях и примерах интеграции с Bittrex 24 CRM. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Как слышно? Я Николай Тимофеев, компания Solve Pro. Мы входим в группу компании Автоматор, золотой партнер Bittrex. Для начала пару слов о себе. Все равно надо сказать, наверное, такой немой вопрос, почему, кто я такой, чтобы перед вами здесь сейчас что-то рассказывать, говорить. Ну, во-первых, спасибо Bittrex, что позвали. Я думаю, что дело не совсем в том, что мы… Причина, почему я здесь выступаю, не совсем в том, что мы там 10 лет занимаемся Bittrex, мы корпоративным порталом стали разрабатывать с момента появления этого продукта. И когда стали добавлять вот эти различные кейсы, в первые 5 внедрений, это был там… Один из них был внедренный лично мной, клиенту. Я думаю, что дело не в этом. А скорее всего, скорее всего, так вот назад смотрел на всякие доклады, мы рассказываем обычно кейсы, показываем. И вот эти кейсы, они часто… Они идут немножко либо в рынке, либо даже опережают рынок. Например, в 2013-2014 году была интеграция с телефона без интернета звонков, ну, звонки, вот GSM. И все попадало в Bittrex, записи звонков, потом они стали… И снова приветствую вас в нашем жале. То есть это было здорово, что вы к нам присоединились. Я уверен, у нас будет еще много всего интересного. Примерно в то же время уже тогда делали кейсы подсказанной аналитикой. Я уверен, что вы со мной согласитесь, что один из ключевых навыков успешного предпринимателя – это умение доносить до своей аудитории сложные вещи очень простым и понятным языком. Небольшой в начале блока. Часто мы не уделяем этому внимания в своих рекламных сообщениях и вообще в маркетинге. Он состоит по факту из таких вот наборов возможностей. Я условно нарисовал их такими шестеренками. Но клиенты часто используют не все. Некоторые даже говорят, ой, там много лишнего. Самое главное – использовать не все, а только то, что действительно нужно. Вот желтеньким выделили какие-то блоки, которые вам нужны. Например, есть клиенты из Питера, которые используют только задачи, проекты. Есть клиенты, которые используют только CRM. Ну, мы по России работаем, поэтому я говорю там из разных городов. То есть используется нужный блок под вашу задачу. Но возникает желание в процессе использования «хотим еще это», «хотим еще это». Ну, как аппетит приходит во время еды, и встает желание добавить еще блоков всяких разных, чтобы решить свою бизнес-задачу. В принципе, Bittrex такую штуку позволяет, и есть несколько способов интеграции. Это интеграция напрямую через API. Есть REST API, прописано. Все очень хорошо. Можно вебхуками передать информацию. Либо написать отдельное приложение. Очень хороший инструмент. Сегодня, кстати, про приложение будет больше всего. Здесь схематично, видите, нарисовал отдельным цветом некий еще один блок. Этот блок – это какая-то ваша одна из информационных систем, которая может быть также синтегрирована с Bittrex. Для того, чтобы все эти шестеренки заработали в едином механизме, решая именно конкретно вашу бизнес-задачу на данный момент. Приложение. Не знаю, знаете вы интерфейс или нет. Вот есть слева у нас блок приложения прямо в системе. И на самом деле вот эту бизнес-задачу свою можно решить, либо написав отдельный какой-то продукт, который будет где-то у вас и синтегрирован, либо вот в виде вот такого приложения, либо прямо в интерфейсах системы можно, чтобы делались нужные действия. Несколько примеров. Первый пример про, называется, подмена номера. К сожалению, листать можно только вперед. Пролистал слишком быстро. Подмена номера. То есть для чего это? Для кого? Вот в этом кейсе, кстати, будет видео. Кусок. Если что, тоже сейчас посмотрим о том, о чем я говорю. Сейчас все больше бизнесов думают о том, что CRM это круто, база клиентов накапливается. И встает задача, чтобы обезопасить эту базу. То есть в этом плане нужно всем. Но кроме того, мы выделили еще как минимум четыре направления, которым может быть необходимо, чтобы физически в CRM-ке номер был заменен на другой. Чтобы не было возможности переписать просто этот номер телефона. При этом, чтобы звонки ходили, все записывалось как положено в обе стороны. Например, служба доставки. Ну и может быть даже к интернет-магазину я здесь добавлю. Может быть сторонняя служба, либо своя. Да. Доставщик часто, во-первых, ошибается в телефонах, звонит с непонятных номеров. Мы не знаем, когда он приедет. Мы сидим на совещании где-то, и здесь бах, какой-то звонок, а мы ожидаем доставку. Думаю, наверное, надо взять, сказать, что мне кто-нибудь там спам предлагает. Не круто. Дальше. Служба доставщики ошибается в самих номерах. Если бы они как-то более просто идентифицировали клиента, там, грубо говоря, нажали на кнопочку, и звоночек пошел, было бы гораздо проще. То есть с момента появления айфона в нашей жизни мы уже начинаем привыкать к тому, что интерфейсы должны быть очень простые. Зачем запоминать вот этот длинный номер клиента, если его можно просто идентифицировать по более простым штукам. Колл-центр. Хороший пример. О чем речь? То, что мы настраиваем систему, вы, мы, и у нас сотрудники видят только там свой отдел или свои сделки, чтобы ничего не утащили. Берем девочку для обзвона, или там группу сотрудниц с минимальными зарплатами. Естественно, им доступна вся база. Но это же неправильно, согласитесь. Эти сотрудники, они не должны видеть номера. Еще про доставку хочется добавить. Вот в моем окружении я знаю человека, которого доставщик, ну это такая симпатичная, красивая девушка. Доставщик приехал, ему понравилась эта девушка, доставляет товар. И потом начинает ей писать всякие такие, давай встретимся. Она пожаловалась в магазин, откуда это все. Неизвестно, это там сейчас уже неизвестно, это служба доставки отдельная, либо это своя. Ему сделали выговор, это точно известно. Да, сотрудник все равно продолжает это делать, его уволили. Обиженный сотрудник что может сделать? Вот как, помните, про колл-центр я говорил, берем людей с низкой квалификацией. По факту в курьеры, ну не всегда идут адекватные студенты, разные люди есть, согласитесь. А мы здесь отвечаем своим бизнесом, когда у нас идет доставка товаров, то люди смотрят на того, кто привез, как привез, как его работал. И мы можем очень сильно подпортить свою репутацию. Агентство недвижимости, быстро скажу кейс. То есть договорились о встрече, уехали, агент сказал о том, что сделки не случилось, а сделку провели там неправильным образом. Банк, либо какие-то более масштабные компании, в которых много сотрудников. Банально даже в магазине такое бывает. Когда с клиентом работает не один человек. Вначале менеджер что-то отзвонился, потом доставщик ему тоже звонит. Потом опять какая-нибудь проверка лояльности, еще что-то. В банке тоже куча звонков происходит, но если звонок был пропущен, назад человек перезванивает. Знаете, вы попали в такую-то организацию, мы не знаем, кто звонит, вам опять перезвонят. Когда перезвонят, еще непонятно. По-хорошему в этом кейсе должна быть отработана таким образом, то что при обратном звонке сразу попадает либо на ответственного менеджера, либо на последнего звонившего. Это все, вот эти кейсы, они реально делаются. И то, что я сейчас рассказываю, это надстройка над, наверное, любой АТСкой, которая интегрирована с битриксом, штатная, возможно, ваш АТС, возможно и так далее. Как идентифицировать клиента? В интернет-магазине банально по номеру заказа. И сейчас в следующем видео мы посмотрим, как это происходит. Но точно так же идентификация может быть по ID клиента, по ID компании и прочее. То есть главное, банально может его физический номер подменяться таким образом на неправильный, чтобы понимать, если неправильный ваш, что если человек звонит на этот номер, кто-то что-то начинает предлагать, значит кто-то слил базу. Мы можем посмотреть, кто когда с ним работал. Так можно смотреть нехороших сотрудников редисов. Независимо от того, кто звонил, АТСка отрабатывает, всплывает карточка и определяется телефон компанией, естественно, это правильный кейс, а не курьер непонятный. При обратном звонке все точно так же попадает. Что сейчас посмотрим на видео? Мы проводили 1 декабря семинар, на котором приехал директор магазина и рассказывал, как мы ему запустили этот магазин и провел вот такой пример вот этого кейса, вот этого звонка. Он позвонил, давайте будем смотреть сразу. Он позвонил прямо, чем не позвонил, он говорит, ребят, вот мой магазин, сделайте заказ на нем и скажите номер заказа, ну, чтобы быстрее упростить эту процедуру. Потом мы дописали, как это может происходить. Ему сказали номер заказа с самого обычного телефона, с мобильного. Он позвонил, сразу попал на этого клиента. Обратный звонок точно таким же образом сработал. Сейчас мы увидим, вот я там, а вот Дивлет, директор генеральной магазина по бижутерии. Такая очень магнитная, классная штука, когда можно гармонировать под себя их. Номер заказа, вот мы видим, 11146. Попало в битрикс. Отсюда из битрикса можно звонить, либо с аппарата, если у вас подключены специальные симки. Сейчас решений таких уже много. Можно попасть на конкретного человека. Это реальные работающие кейсы, которые можно смотреть, и это можно докрутить до вас. Еще раз, это некая надстройка над вашей АТС. Еще раз, то, о чем мы говорим в этом кейсе, мы говорим про сохранность базы. Мы говорим про то, что это реально удобнее пользоваться, как сотрудникам компании. Помните, курьеры, ошибаются, так и клиентам. Всем удобно. Разговор с мобильных, дополнительное решение тоже есть, чтобы все записывалось. API. Есть API вот к этому решению. И приглашаем партнеров, если хотите синтегрироваться, либо вашими сотрудниками, это все возможно. Есть отдельная API для вот этого блока. Другой пример. Чудо-кнопка. Представьте себе, я с утра встаю. У меня все спят, мне нужно поскорее уехать на конференцию. Я достаю свой любимый кофе, смотрю, а там уже заканчивается. Я понимаю, что мне надо его купить. Надо потратить время, чтобы заехать в магазин. Надо не забыть это все сделать, привезти это все дело. Если бы я в этот самый момент мог нажать где-нибудь на аппарате, что окей, я готов, было бы здорово. То же самое, не знаю, бумага туалетная заканчивается, вода, это домой мы сейчас говорим. Это возможно, что случай, когда это в офис, B2B клиент. При этом, вот например, если кофе, дальше докрутим этот кейс, доставщики, ну вот этот кофе, если я покупаю регулярно, они уже понимают примерно, когда я закажу. Еду сейчас еженедельно можно возить. Они примерно понимают, они мне звонят. Опять же, на совещании. Могу говорить, не могу. Опять же, уехал я в отпуск, у меня осталось, они мне туда звонят. Мы с женой в Тунис ездим, там 300 рублей, а разговор одной минуты. Это космос, я не буду разговаривать с доставщиком кофе, они будут меня сильно-сильно раздражать. И, в общем, еще раз, вот эта штука позволяет позвонить в тот самый момент, когда вы хотите. Мы сейчас говорим про офлайн и повторные продажи. Ваш клиент уже есть в CRM, поэтому, когда к нам пришла компания, которая владеет вот этой технологией, кстати, если что, потом подойдите, я обменяю контактами. Если кто придумает, как это под себя можно использовать. В их случае это дополнительная сделка. Но так, по-хорошему, в принципе, это можно все, что угодно. Давайте сейчас будем ускоряться. Вот карта есть. Если это в случае дома, какие-нибудь там вещи, подгузики, товары. Есть вызов услуги, сантехника и прочее. То же самое кейсы. Какие могут быть? Это могут быть какие-то датчики, открывание дверей. Датчик, например, повышения температуры. Вот здесь вот что-то повысилось, значит, нужно срочно вызывать людей, которые будут смотреть на Канди и прочее. Вот можно запрограммировать в этой программе, которая, кнопка, передатчик и программа, в принципе, то, что вы хотите дополнительно. То есть, да, это свежее решение, но его можно очень хорошо и здорово адаптировать. Интегрировать ваши приборы, либо как-то докрутить. В данном случае это было, в основной портал попадало, а может попадать в порталы, в другие Bittrex 24. Вот, например, может попадать куда угодно эти данные. СМС, имейлы и прочее-прочее. Понимаете, да, кейс? О чем это говорит? О том, что нужно докручивать, дожимать клиента в офлайне. И есть уже вот такие вот механики различные. При этом эти механики мы не привязаны к какому-то одному магазину. Мы, в принципе, можем это настроить таким образом, что это будут разные сигналы передаваться в разные службы, в разные компании. Программируется под бизнес-потребность, как уже сказал, больше повторных продаж. Дальше. Межпортальные взаимодействия. Еще один интересный кейс. Стоит задача от застройщика, у которого есть еще вендоры или там агенты, которые что-то предлагают, собственно, вот эти вот там, например, дома, либо какие-то там вещи. Застройщик, вендор, какой-то вот лидогенератор. И стоит задача по факту отдать контакт на проработку, дальше понять, что с ним дальше произошло, то есть там какие-то действия сделали, получить его назад, того же самого, понимая эти действия. После этого, то, что проработать еще дальше, дальше, нужный цикл, и как бы вот оно счастье. То есть мы сейчас говорим про то, что в итоге хочет клиент, это передача сделок и контроль вот этого взаимодействия, который решается в виде отдельного приложения, кстати. Что мы вам предлагаем? Мы предлагаем использовать для решения вашей бизнес-задачи какие-то готовые компоненты решения. Например, одни из наших друзей, партнеров от компании SoftBalance написали замечательный такой бизнес-процесс, ну или там приложение опубликованное, как передача лидов между порталами. Но смотрите, обратите внимание, всего 73 установки. Это о чем говорит? Неправильно подан маркетинг. Ну вот обычный человек читает, он такой, передача лидов между порталами, что для чего, что это. А если вендор, ну или там застройщик говорит, ребят, мне нужно, чтобы так-то так-то у меня был процесс, то нормальный партнер вам подберет соответствующее решение. И вот это решение может быть просто первым шагом для того, чтобы запустить, докрутить и доработать потом этот бизнес-процесс. То есть давайте в двух словах, как оно работает. Поменялся статус у сделки, например, передан такому-то клиенту, улетели данные нужному человеку, ну в нужный портал, и там дальше свои механизмы и прочее. Вот здесь вот не хватает обратного возвращения, это докручивается, это сделали, кстати, на данный момент. Ну и вот контроль и анализ – это разработка отдельного приложения. Такого рода вопрос решается. Вернемся опять к схеме, которую говорили в самом начале. Это вот чтобы ваши шестеренки, вашего бизнеса, эти вот возможности, заработали в том, что вам нужно. Во-первых, двигайтесь итерационно по частям. Запускайте вначале блок коммуникаций, потом блок, не знаю, ну например, CRM, все зависит от ваших задач. Используйте готовые приложения, чтобы сейчас-сейчас решать задачу, чтобы собирать обратную связь от сотрудников, которые пользуются этой системой, то, как докрутить то или иное решение. Вот приложения я бы там показывал. Этих приложений на самом деле, то, что вы в битриксе видите, это, не знаю, пятая или шестая часть того, что там физически расположено. То есть пишется куча приложений под задачу клиента, под себя и не публикуется. Ваше может, например, тоже быть скрыто, либо опубликовано на всех. То есть используйте при первых шагах обязательно. Остальное вы уже прочитали. Я хочу акцентировать внимание про взаимодействие с вашим партнером. То есть это партнер по битриксу, кто у вас работает. Это, кстати, вопрос важный вот здесь вот. Когда вы доносите задачу, если сверху падает для нас, сделайте так, сделайте сяк, сделайте сяк, ничего не понятно. То есть да, мы сделаем, но чтобы вот эти шестеренки завертелись и бизнес стал рентабельный, приносил деньги и прочее, рассказывайте, для чего это, поспрячьте цифры и прочее. Тем самым партнер сможет, нормальный партнер сможет предложить вот эти вот какие-то решения для того, чтобы решить вашу бизнес-задачу. А может быть, с вами обсудив, предложить, сказать, что может быть, а давайте, может быть, это действительно не совсем нужно, а нужно еще что-то, потому что опыт-то большой. Это вот такой подход в целом по кейсам. Ну, мой любимый слайд, без которого не обходится ни одна презентация, говорит о том, что нечего ждать. Сейчас на бизнес-идеи вы набрали, набрались каких-то идей, стартуйте и начинайте прямо сразу же. Ну, двигайтесь итерационно. Мы проводим бизнес-завтраки, они проходят практически каждый вторник в центре Москвы, но нужно записаться. Если вы напишите мне, я вас идентифицирую нормально, то я вам вышлю приглашение, потому что так бизнес-завтрак стоит небольших денег. Что это такое? Мы собираемся и обсуждаем конкретный проект, лучше приходить с проектами. То есть послушать это не совсем та тема, хотя это тоже возможно. Большое спасибо. Здесь до конца вечера с удовольствием готов пообщаться. Да, и можете задавать вопросы в мобильном приложении, мы вам ответим. Если что, я передам Николая.